Пятый канал представляет Сегодня все сняли? Переработка была. Черт. Да будут. Будут тебе деньги. Завтра. Утром приеду на площадку, разберемся. Все, да. Хорошо, пока. Николай Сергеевич, а за май зарплата будет? И за май будет. И за июнь. Мы ж тобой что, зря в Москву мотались? Хотя, боюсь, с такими переработками мы ни в какой бюджет не влияли. Вот попали. Что там? Что случилось? Да колесо пробило. Аварийку включи. Что у нас тут? Куренков Борис Петрович, 1985 года рождения. Права, документы на машину. О, киношник что ли? Судя по коченению трупа, смерть наступила около четырех часов назад. Выходное отверстие ранения соответствует калибру девять миллиметров. Выходного отверстия нет. Вот. Гильза нашел. Отлично, давай. Так, ребята, стреляли с расстояния двадцать-тридцать сантиметров. То есть практически в упор. Похоже, что погибший знал убийцу. И совсем его не боялся. Я попал так, что врагу не пожелаешь. Эдик, дорогой, давай без истерика. Сколько денег вез твой директор? Девятьсот пятьсот тысяч. Делов-то. Долларов, дорогой мой, долларов. Какой же я дурак, а? Я же сам умолял, я буквально умолял Сомова, чтобы он взял кэш из Москвы и привез его в Питер. А почему нужно было ввести кэш, а не сделать банковский перевод? Да потому что это кино, Марк. Тут все через одно место происходит. Это были деньги Ахметова? Ну, а чьи же еще? У Ахметова в Москве несколько торговых баз и рынков. А кино это так, непрофильный актив. Опрос жены и соседей, убитого Куренкова, ничего не дал. Не был, не состоял, не участвовал, не привлекался. Ну, надо пробивать его рабочие связи. Ну, значит, будем пробивать. Алло, да. Понял. Я к Савару. Я раньше с Сомовым никогда не работал. Мне его рекомендовали, как нормального, порядочного директора картины. А это сволочь. Убила человека и сбежала с чужими деньгами. Входите, Илья Сергеевич, входите, присаживайтесь. Вот, познакомься. Лукьянов Илья Сергеевич. А это мой друг детства Эдуард. Как тебе по-бодюшке? Романович, Эдуард Романович. Продюсер. Очень приятно. Илья Сергеевич уже занимается твоим делом. И я уверен, что в ближайшее время Сомов будет найден. А кто такой Сомов? Директор кинофильма, которого вез убитых Куренков. Ты рассказывай, Эдик, рассказывай. Да, Сомов это директор кинокартин. У меня проект называется «Бристоль». У нас уже съемки идут полным ходом. А он вез почти что миллион долларов из Москвы. Это деньги основного инвестора, Аслана Ахметова. Он завтра прилетает в Питер. Вместе с голливудской кинозвездой Томасом Ричардсоном. А он у нас играет главную мужскую роль. Понимаете? Послезавтра я должен заплатить Ричардсону весь гонорар по условиям контракта. А платить-то, собственно говоря, нечем. Потому что Сомов исчез вместе с деньгами. Скажите, это Ахметов серьезный мужчина? Ну, это мягко сказано. Мне легче самому себе могилу в лесу вырыть. Давай не будем травматизировать. Наша задача найти сбежавшего Сомова и вернуть деньги. Времени у вас на раскрытие? Догадываюсь. Сорок восемь часов. Я в коридоре Маевича видел. Ну, во-первых, привет. А во-вторых, кто такой Маевич? Ну, дайте маму тайну. Продюсер с доминито. Он постоянно в телеке торчит. А что он снял? Ну, боевики всякие, фэнтези. Ну, этот жанр меня совершенно не интересует. А интересует меня Митя вот что. Во-первых, ствол, из которого убили Куренкова, по базе не проходит. А самое странное, что калибр девять миллиметров и четыре нарезки говорят о том, что стреляли из Макарова. А у бояной силы такая, как будто бы стреляли из дамского браунинга. Ну что, адрес Сомова пробили уже? Естественно. Только я сомневаюсь, что убийцы нас с такими деньжищами на квартире подождают. Так, приказы начальства не обсуждаются. Полетели. Стоп. А это только для Пашкова и Фадеевой. Для тебя, Костя, у меня особое творческое задание. Поедешь на съемочную площадку вместе с профессором Маевичем и соберешь как можно больше информации про этого Сомова. Почему это творчество? А не нужно, чтобы члены съемочной группы знали, что это опер. Работаю под прикрытием. Ну, вроде того. Понимаешь, об убийстве Куренкова и пропаже Сомова пока еще никто не знает, поэтому мы не будем сеять панику в сознании творческой интеллигенции. Постараемся вызвать ее на максимально откровенный разговор. Журналист Константин Шиловский. Это же звучит, как песня. Да ладно. У Константина на лице написано, из какой он газеты. А у тебя на лице написано, что за патрубос в целом ты родину продаешь. Где продюсер? В машине ждет. Ну, естественно. Как творческий потенциал раскрывать, так это к Шиловскому. А как на адресах убийцами ездить, так это к Пашкову. Так, хватит завидовать на выхтубы. Бросай оружие. Заходи. Убью, гад. Ты думаешь, так легко устрелять в живого человека? Ты не человек. Ты немец. Стоп! 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 Пиротехники! Где у нас посадки? Где кровь? Пиротехники здесь! Олег, ну что ты падаешь, ты как в БДТ? Что такое? Ты? Зой, Зой, послушай. Ты, героиня, я тебя прошу, вот просто не отворачивайся от него, когда стреляешь. Вот глаза в глаза. Давай последний. Вот реально последний дубль, а? Тала, меня все бесит. Сапоги эти дуракки. И ты? Ты меня тоже бесишь. А когда твой папик приедет, успокоишься? Еще слово, и ты вылетишь с проекта. Ты, Игорь, обед объявляй. Темпераментная. Как зовут? Да, Зоя Ветрова. Теперь приходится терпеть и выкрутаться. Ахметов ради нее в проект вложился. Они в серьезных отношениях? Ну так, на тусовке завязался роман, а потом пошло по накатанной схеме. Он платит, она снимается. Ну, у меня как раз сценарий подходящий был. И мы стали партнерами с ним. Ну вот, теперь вот такое. Только не надо опять помоги в лесу. Разберемся? Хорошо. Зоя, ты зря нервничала. Там у тебя все здорово получилось. А по-моему, все это полное безобразие. И сценарий, и режиссериха это, и обед, который есть нельзя. Хочешь, я тебе за суши смотаюсь? Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Все. И ты, Женя, в том числе. Зоя. Здравствуйте. Знакомьтесь, Константин Михайлович Шиловский, журналист из Москвы. Да, можно просто Костя. Здрасте. Костя. Очень приятно. Здравствуйте. Костя. Константин Михайлович любезно согласился написать обзорную статью о нашем проекте. Надеюсь, вы не откажете интервью? Напротив, мы согласны. Эдуард Романович, можно вас на минуту? Ну, что, опять денег меньше? Хотелось бы прояснить, когда Сомов деньги привезет. Сегодня же обещал. Если обещал, значит, жди. Да я-то подожду. Но если сегодня денег не будет, то на аэродроме завтра съемок не будет. Людям зарплата нужна. Мне-то что делать? Я сказал, жди, значит, жди. Как сказала бы наша мама Таня, почерк убийцы совпадает. Экспертиза установила, что Сомова убили в районе шести утром. То есть, через два часа после убийства водителя Куренкова. То есть, получается, следующая цепочка. Сомов в этом деле был не один. Он убил водителя, забрал деньги, приехал к себе в Комарова. Там у него случился конфликт с подельником. Они что-то не поделили. Скорее всего, деньги. Сомов получил пулю в голову. Вывод. Ищите криминальные связи с Сомовым. Нет, я думаю, что убийство родителя в этой цепочке лишнее. И сговор с подельником тоже весьма сомнительный. Поясните. Понимаешь, Сомов мог спокойно скрыться с деньгами по приезде в Питер. Зачем ему нужно было марать свои руки убийством? Перекладывать деньги из кейса, оставлять там какие-то купюры. Все это похоже на какую-то подставу. А настоящего убийцу нужно искать в сфере рабочих контактов Сомова, Магевича и Ахметова. У нас, конечно, нет скрипта, но я хотела просто... Жень! Что? Слышишь, ребята решили сегодня посидеть. Ты с нами? Ну, почему такое небрежное отношение к тексту? Да потому что этот текст произнести нельзя. Я уже сто раз пожалела, что согласилась на эти сферы. Придет Аслан, я вам расскажу, какая тут халтура. Ясно. Спасибо. Зоя, ради бога, извините, меня зовут Константин Шиловский. Я журналист из Москвы. Какое издание вы представляете? Я представляю журнал «Широкий формат». Не слышала о таком. Мы только что вышли на рынок, но уже завоевываю популярность. Хотите взять у меня интервью? В первую минуту я к вас увидела. Ну, хорошо, спрашивайте. Может быть, сделаем это в более комфортных условиях? То есть? Предлагаю поужинать. Ты на кормом в сыт не будешь? Бокальчик белого вина, запеченая форель. Придадут вам всего для нового съемочного дня. Я знаю, тут неподалеку хороший ресторанчик на декабрист. Ну, хорошо. Тогда я переоденусь. Я буду ждать. Вы с ума сошли? Ветрова, протежи Ахмедова. Если он узнает. И вообще, вы должны свою работу делать, а не бегать за женщинами. Моя работа – прошу свидетелей. Ветрова близка с Ахмедовым. И можно знать, кому еще полудоступна информация о доставке денег. Уходите. Хорошо. И Куренкова, и Сомова убили из одного ствола. В этом нет сомнений. Оба выстрела с близкого расстояния. Мить. Дедуся, иди спать домой. Да я вздремнул на минуту. Иди, иди, иди. А вы? А я попробую подумать, почему пуля калибра 9 миллиметров обладает такой низкой убойной силой. Ну что вы, Асланчик никогда не посвящает меня в свои дела. Если честно, меня совершенно не интересует, где он берет деньги. Абсолютно согласен. Такая красивая женщина, как вы, должна их только троить. Ты бы так не счастлив. Завтра смело. Сколько я пью, это не твое дело. Вы совсем ничего не съели. Заказать вам десерт. Я не ем сладкое. Тем более на ночь. Это вредно для фигуры. Ваша фигура, Зойенька, безупречна. Зоя, потанцуем? Я же просила меня не беспокоить. Один танец. Это дамо уже занята. Да, Зонька? Конечно. Вы меня просто спасли. Можно на «ты». Кто с парень? Да так. Не в то. Учились вместе ухаживать пытался. Ну, он не в твоем вкусе. Типа того. Нудный очень. Бывает. Выпьем еще вина? Жаль. Мне уже пора. Завтра рано вставать. Я хочу успаться. Я успрошу. Меня водитель ждет. Ну, может быть, в другой раз. Спасибо за прекрасный вечер. И тебе. Завтра увидимся. Очень летно надеюсь. Слышь ты, журналюга. Еще раз себя с Зою увижу. Знаешь, что будет? Ну, что тогда? Да тихо, не дергайся. Вольнее же будет. Вольная, сволочь. С коллегой своим разберитесь. Ты в порядке? Перебрал лишнего. Да нормально. В ногах не стоит. Давай, давай. Давай, вставай. Живой? Да вручу. Татьяна Николаевна, я просил, как можно скорее, предоставить мне результаты экспертизы по баллистике. И где они? Дело в том, что я затрудняюсь определить, вид оружия, из которого были убиты Куренков и Сумов. А может, дело вашей компетенции? Ну, если вы недовольны моей работой, я могу написать рапорт об отставке. Это ваше право. Доброе утро. А я вам кофе принес. Вы вообще спали сегодня? Напишу рапорт об отставке. А как же я? Тебе дадут более компетентного наставника. Что? Мне никто не нужен, кроме вас, Татьяна Николаевна. Мам, Тань, ну что вы? А что я? А что я? Я не могу определить, тип оружия, из которого стреляли водители и директор съемочной группы. И Сар совершенно прав. Все. Моя голова не работает. Мне пора на пенсию. Может, вам сахара в кофе добавить? Сладко оптимизирует работу мозга. Оптимизирует? Ну, давай. Ну, что, давайте от печки? Ну, давай. Так, так. Вы полагаете, что в обоих случаях стреляли из Макарова, так? Да. Я в этом совершенно уверена. Ну, вот смотри. Калибр девять миллиметров. След от бойка на гильзе. Четыре нарезки. Ну, все указывает на Макарова. А убойная сила, как у дамского браунинга. Тупик. Главное успокоиться, не делать резких движений. Может, в кино сходим? В кино. Там сейчас супер-боевик вышел. Называется «Последний поворот». Там чувак сделал себе супер-байк. Что-что? Мотоцикл. Тюнинг сделал для мотоцикла. В общем, короче, он ездит там и стреляет из всех типов оружия. Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы. Подожди, стой. Что, чувак? Вот ты сейчас говорил что-то про тюнинг. Чувак сделал себе супер-мотоцикл. Апгрейдил. Тюнинг. И убийца тоже себе сделал оружие. Ну, тоже тюнинг, понимаешь? То есть, он взял пистолет Макарова, но не боевой, а тот, который выдает на съемках. Просверлил ствол, нарастил баёк, а механик, она же вся осталась родная. Ну, что ж, версия про переделанный ствол кажется мне очень перспективным. Спасибо. Если стреляли из самоделки, то всё сходится. И убийца где-то на съемочной площадке. Но я физически не успею всех опросить. Мне бы еще одного человечка в помощь. Илья Сергеевич, пошлите меня, я этого гада быстро вычислю. Учти, Пашков, кормят нам совершенно отвратительно. Я предлагаю послать Митчу. Он ответственный и дисциплинированный. К тому же он очень кино любит. Получите, гады! Пригнись, пригнись! Убьет же, дура! Полный отпад. Полный. О, что, боец? Берега попутал? Ребята, что за дела? Жень, мы репетировали, мы договаривались. Ты с этой стороны, сейчас ты выходишь с этой. Пиротехники, опять граната не взорвалась. Ваша дубль, быстро! Все на исходную! Уважаемая группа, прошу всех поторопиться, до конца смены три часа, у нас еще две сцены. Я бы тоже мог немецы сыграть. Что, заедем, поехал? Едем. Валентина Михайловна, Сашка. Что Сашка? Граната где? Мертвый он. Застрелился. О, ебать! Да, это тот самый ствол, переделанный под боевой. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 Ерочка. Аслан Ромазанович, приветствую. Прошу. Так, я, натою. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здесь зарождалось российское кино в 1914 году. Уймись, Майевич, мне совершенно плевать, что тут было в 1914 году. Как наши съемки идут? Превосходно. Группа работает. Завтра ждем Томаса на площадке. А сейчас нам надо пройти в костюмерную, сделать примерку. И, как говорится, камера, мотор. Начали. Так, а вы помните про наш контракт? Безусловно, он будет выплачен вам в полном объеме. Весь гонорар завтра. А сегодня я подготовил вам культурную программу. Эрмитаж, русский музей и Петрополовка. Петрополовка? Это тюрьма. Ну, да... А, призрак. Так, вот только тюрьмы нам не хватало. Давай-ка лучше в Эрмитаж. Хорошо. Хорошо. Господа, нам наверх. Пройдемте. Окей. Ага, пойдемте. Я догоню. Алло. Марк, они прилетели. Марк, это катастрофа. В смысле ждать? Я не могу ждать, Марк. Вы чем-то вообще занимаетесь? Смолочи. Эксклюзивный материал со съемочной площадки. Мы изъяли все то, что они сегодня наснимали. Фильм, между прочим, про войну. Угу. Кино и немцы. Вроде того. Меня интересует одна очень динамичная сцена. Так. Стоп. Вот. А что вот? Перед вами актер Евгений Мальцев. Режиссер была очень недовольна, что он вбежал в кадр с другой стороны. Мальцев вошел в кадр значительно позже, чем должен был. И причем со стороны немцев. А должен был со стороны наших. Почему? Слушай, я прошу тебя, хватит говорить загадками. Ты не принцесса Турандот. Потому что со стороны немцев находился вагончик пиротехников, где убили Алексеева. При этом выстрелы никто не слышал. Так как в это самое время снимали боевую сцену. Все складывается? А, Слонечка, я уже еду. У нас тут такое творится, просто ужас. Расскажу при встрече. Я тоже очень-очень соскучилась. Ну, ну, пока. Зая. Ничего тебе. Попрощаться пришел. Уезжай. Правильно. Ты бы сменил профессию. Актер из тебя, Мальцев, честно говоря, как из меня английская королева. Зоя, я хочу, чтоб ты знала. Ты для меня королева. Английская, французская, но неважно, ты королева моего сердца. Понимаешь? Мальцева, хватит нести чушь. Посмотри на себя. Неужели ты не понимаешь, что между нами ничего быть не может? Стой. А с кем может? А? С кем может? Со Слончиком? Это-то не твое дело. Исчезни. Стоять. Зоя, у меня есть деньги. У меня есть деньги. Много денег. Я куплю тебе киностудию. Ты поедешь со мной? Пусти его. Зоя, я тебя люблю. Я очень тебя люблю. Я не хочу делать тебе больно. Поэтому тихо. Иди за мной. Тихо. Нет! 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 Помоги! Не ори! Не ори! Пусти! Мальцева, чего ты хочешь? Чего творишь? О! Остынуи машину. Выпусти меня. Зоя, я никого так не любил, как тебя. Я хочу, чтобы ты меня отпустил. Пожалуйста, Женя. О, да? Женя, да? А то все мальцев, мальцев. Мы с тобой, Зоя, будем счастливы, я тебе обещаю. Что случилось? Актер мальцев. Представляете, он Зою Ветрову в машину потащила, а Игоря Павловича ножом ударил. А-а-а, больно. Тихо, вам не надо говорить и двигаться. Прилично зацепила. Бинт есть? Да, сейчас. Когда случилось? Минут пять назад. Вань, давай за мной, Даша. Остаешься здесь, вызывая противно-следственную группу. Погнали. Внимание всем постам. Выборгское шоссе. Белый БМВ вважно в сторону Сертового. В салоне мужчина и заложница. Астаноми машину, выпусти меня. Я тебя не люблю. Ты мне противен, слышишь? Сволочь, придурок, ура! Зоя, помолчи. Помолчи, я прошу тебя помолчить! Зоя, Зоя! Жива? Скорую вызывай! Ага. Скорую вызывай! Уже! Где он? А водила в лес, вон туда убежал. Башков! Догоняй! Стой! Здесь он, сволочь. Валь, давай за ним, я через гильочек. Стоять! Стоять! Добегался, артист. Ну, давай. Иди сюда. Хорошо. Тихо-то, 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 тихо-то. Тихо-то, тихо-то. Ну, ж брось. Ногу подстрелю. Не надо вой. Ой, мой. Тихо. Тихо. Тихо-то, тихо-то. Тихо! Вот. Тихо! Тихо! С Сашкой Алексеевым пару лет назад познакомился на съемках. Не помню, у кого я играл. То ли бомжа, то ли гайца. У меня никогда больших ролей не было. Не отвлекайтесь. Переделанный ствол у Алексеева взяли? Да. Купил. Он тогда без денег сидел и вот и придумал себе левый заработок. Дальше? Дальше. А дальше роль получил в престоле. И на площадке встретил Зою. Вот у меня голову и снесло. Только о ней и думал. Мы же с ней вместе в театральном училище. И я любил ее. Очень. Она смеялась надо мной. Ну, конечно, кто я для нее? Бездарный актер, неудачник, зануда. А она звезда. Как вы узнали, что Сомов везет деньги в группу? Подслушивал, как Маевич с Ахмедовым разговаривал. Он должен был деньги Сомову в Москве передать. А Сомов их прямо на площадку привезти. И вы решили, что это ваш шанс? Решил. Я выследил машину у Куренкова, когда он Сомова из Москвы вез. Обогнал и кинул ежей. Он их поймал и потом начал колесо менять. Я Сомова в его коттедж привез. Он в начале проекта всю группу туда приглашал. На уху. Хвастался, как рыбу ловит, как уху варит. Хотели, чтобы следствие пошло по ложному следу. Хотел Сомова подставить. Как будто он деньги с подельником не поделил. И тот его грохнул. Но оставался еще Алексеев, который мог сообщить полиции о том, что продал вам переделанное ствол. И все это из-за неразделенной любви. Это для нее. Для Зои. Она с Ахмедовым спала. Только из-за денег. А я хотел, чтобы она была моей. Только моей. Здравствуйте. Здравствуйте. А где пациентка Ветрова? На перевязке? Нет. К ней посетитель пришел. Она в больничном саду гуляет. Как гуляет? Какой еще посетитель? Не знаю. Ну, интересный мужчина. Да вон они идут. Отсюда видно. Отсюда видно. Спасибо. Продолжение следует...